...в Бога, которого мы не видим. А он находится вне зоны действия вот этих подрадаров. Вы поняли? Которые мы посылаем сигнал. Он вне зоны действия этих радаров. Поэтому для нас он как преткновение. Мы не можем на него нормально отреагировать. Мы не можем его воспринять. Мы не воспринимаем его адекватно. Мы вообще не хотим его воспринимать. Потому что источники информации, на которые мы привыкли полагаться, они не дают никакого сигнала о нем. Его нет, его не существует. Вопрос, есть ли радиоволны? Ну да. Вы поняли? Но, не осознавая, не ощущая их, как часто вы думаете о радиоволнах, когда вы ходите по улице? Постоянно. Почему? Потому что наши источники информации, вот я вижу стену, она есть. Например, вот дверь, вот стена. Как вы будете выходить из этой комнаты? В дверь или нет? Чем вы руководствуете? Глазами. Глазами. Вы же в стену не пойдете. А если вы уйдете с закрытыми глазами на ощупь? Потом мы начинаем лекарочное искать. Спасибо. Присаживай. То есть, что заключается в том... Спасибо. Так вот, секрет заключается в том, что является источником вашей информации. Мы говорили, что источником вообще всего является Бог, источник энергии и так далее. Но мы говорим сегодня о том, что является источником. И запомните, есть два, ну, как скажем, два типа, два или иных источников. Один, видимый. Что такое видимый? По словам видимый, я не подразумеваю видимый глазами. По словам видимый, я воспринимаю ощущаемый, слышимый, видимый. Никита, для тебя был источник информации звук, который исходил? Да. Он создавал. Вы поняли? То есть, это тоже был источник информации. Поэтому источник информации, который может быть, он бывает либо видимый, то есть, ну, ощутимый, осязаемый. Есть такое английское классное слово tangible и intangible. Tangible это слово, которое обозначает существующий реально. Это не обязательно можем его видеть, вы поняли? Не обязательно нюхать, не обязательно на вкус. Он ощутимый, одну, он существующий реально. А есть intangible, это виртуальный. Некий абстрактный, виртуальный такой. Так вот, есть вот эти два источника. Один, это невиртуальный, то есть, реальный какой-то источник информации, источник действий и так далее, основания для действий. Второй есть, вот невидимый. Так вот, открою вам один секрет, смотрите внимательно. Есть, чем вы будете жить, то есть, или как всегда жить невидимым. Вот, мы сейчас будем об этом говорить, но вначале я хочу вам это доказать и объяснить, разъяснить. Дело в том, что у невидимого источника, ну, давайте я буду использовать это употребление, невидимый, видимый, хорошо? Так проще просто. Но вы поняли, что речь идет не только зрение, еще слухи и так далее, то есть, все, все источники. Так вот, невидимый имеет ряд преимуществ перед видимым. Еще раз, невидимый имеет ряд преимуществ перед невидимым. И мы должны с вами осознать и понять этот ряд преимуществ. В чем он состоит? Первое, самое главное преимущество невидимого перед видимым заключается в том, что видимое временно, а невидимое вечно. Еще раз, видимое временно, и это всегда так.